Вы о Боге переживаете во время молитвы? Вот вы думаете, Иисус, Иисус Христос, какой ты вообще классный, ты ради нас вообще отдал свою жизнь. Так классно вообще, и твои апостолы такие. Вы об этом переживаете, да, во время молитвы? Вот об этом переживать во время молитвы хорошо. Потому что вы забываете про себя и начинаете думать о Боге, переживать о Нем. То есть вы об этом переживаете, да, во время молитвы? К сожалению, нет. Мне очень понравилось, что вы сказали, что когда человек переживает, это ленивый человек, это мне очень поздравило. А тут я включаю свежие лекции, как я думала, что это свежие лекции, вы сказали, что сейчас бесполезно молиться о своих проблемах, потому что нужно молиться о мире. Вот. Я думаю, что это свежая лекция. А почему бесполезно сейчас о своих проблемах молиться? Ну, вот я так услышала вашу лекцию, может, на самом деле я неправильно ее поняла. Ну, вот представьте, допустим, представьте, допустим, два волка между собой дерутся, а в это время идет наводнение. Кто из них победит? Смоет обоих. Сейчас на землю идет наводнение, мои хорошие, поймите, что сейчас драться между собой глупо. На землю идет наводнение, называется опасность ядерной катастрофы. Это наводнение сейчас идет на землю. И, к сожалению, чем больше дерутся, тем экскалация увеличивается и опасность возрастает. И наступит такой момент, когда все поймут, что как бы уже началось. Поэтому сейчас пока еще не началось, нужно молиться о мире, потому что люди недооценивают силу молитв. А вот сейчас узнаем. Вот дело в том, что есть преддействие такое, есть действие. Знаете, о том, что есть преддействие. Люди в основном не понимают силу преддействия. Вот, допустим, я сейчас изучаю тему молитвы за мужей, которые на войне. Изучаю и по той стороне, и по этой, потому что мои лекции смотрят со всех сторон. И с Европы, и с Украины, и с России, и с Америки. Все слушают лекции. Там у многих мужья пошли на войну. И им хочется, чтобы мужья остались живы. И они спрашивают меня, как молиться за своих мужей. Актуальный вопрос или нет? Да. Я вот изучаю эту тему. И оказывается, не всегда человек может погибнуть. Он может погибнуть только в какой-то определенный промежуток времени. Допустим, две-три недели, там, недели у кого-то, пять дней. Промежуток времени. Потом следующий промежуток времени. Они циклами такие возникают. Промежутки времени, когда человек может погибнуть. И в этот промежуток времени, вот женщины, которые попадают в этот промежуток времени, они рассказывают, что их психика как будто девенеет. Они чувствуют, что вот ничего я не смогу сделать, все плохо, все безысходность. Такое ощущение, что молитва не поможет. Вот сковывание психическое такое, страх и чувство безысходности. Это что такое? Это объем работы. Вот. Допустим, если штанга тебе кажется неподъемной, это не значит, что ее невозможно поднять. Это просто объем работы. Вот. И, допустим, если ты штангу или машину не можешь ручную понять, то поднять есть маленький такой домкрат. Такой чик-чик-чик-чик. И раз машина поднялась, ты говоришь, о чудо. Она поднялась, потому что ты там накачал воздух. Точно так же молитва – это неизведанное понимание, вещь. Мы не знаем, как действовать на судьбу, влиять. Какие рычаги есть. И вот девушки, несмотря на скованность, несмотря на то, что чувствую, ничего не получится, они молятся. Можно молиться заранее. Если ты знаешь, что все равно такой период придет, ты просто молишься заранее. Молиться означает помнить о Боге. Нужно накопить память о Боге. Чем больше памяти о Боге, тем больше жизни у твоего мужа. Ты просто копишь память о Боге, славишь Господа и посылаешь это мысленно, что это все моему мужу, для него. И вот здесь самое главное, насколько поможет. Может, на 5%, на 10%, допустим, от 100% на 10% уже неплохо. Как вы думаете, на сколько процентов можно поменять ситуацию, если ты молишься за мужа? Вот на сколько процентов? Астрологи говорят, ну, молись все равно, ведь все предопределено. Вот на сколько процентов, как вы думаете? Ну, на 100. Вот ответ на 100. Очень хороший ответ, мне нравится. Это означает, что будет на 100. То есть, если человек чувствует, что не на 100, он продолжает дальше молиться, пока не будет на 100. И все, вот это правильный подход к жизни, понимаете? И те женщины, которые молятся серьезно за своих мужей, шансов убить их нет. Это мой вывод. Я вижу, как это работает. Я вижу у них, просто они берут и побеждают судьбу. И все. Вот так действует молитва. Представляете, что такое молитва? То же самое за мир. Ведь наши близкие люди живут на этой земле. Все живут на этой земле. Мы молимся за мир. И даем гарантии продолжать себе жить на этой земле. Здесь знаете, как это работает? Если, допустим, мы молимся за мир. По крайней мере, себе мы можем мир обеспечить. Ну, а здесь ситуация какая? Невозможно сейчас, как бы, чуть-чуть убить землю. Понимаете? Ее или совсем убивают, то есть все радиацию хватают, или совсем не убивают. Поэтому, если кто-то освобожден от этой вещи, какая-то часть людей, значит, тогда ничего не будет. Понимаете? Или все должны получить наказание, или никто. Вот так работает эта система. Поэтому мы молимся за мир. И мы преодолеваем эту трудность. И все получают возможность жить на чистой земле, без радиации. Чтобы Днепр был красивым, как обычно. Чтобы он тек. Такая большая, красивая река. С лесами по бокам. Вот. Чтобы не было радиоактивных отходов там и так далее. Все это мы хотим этого. Это называется молитва за мир. Почему не актуально за здоровье молиться? Ну, потому что зачем нужно здоровье, когда ядерный грибок висит? Тебе что, здоровье твое поможет, что ли? Здоровье, кто больше здоров, кто меньше, ему все равно. Он косит всех. В Хиросиме все погибли. Здоровые там. Хоть ты ЗОЖ практиковал, хоть не ЗОЖ. Там всех искосило. Понимаете? Поэтому молиться надо за мир прежде всего. Теперь еще другое есть понимание. Что когда человек молится за мир, а Бог же прямо вот находится в каждого человека в сердце. Вы знаете об этом? Что он как в телевизоре смотрит вашу жизнь. Он здесь живет в сердце. Бог как личность. Живет в сердце и все знает про вас. Все, что вы делаете. Он мне иногда говорит. И а как определяет? Мне Бог из вашего сердца говорит. Вот мне, допустим, сказал вот про девушку эту, что она решила по-любому молиться за мужа. Чтобы он, оказывается, был жив. По-моему, то ли вчера она решила, то ли недавно. Так что, типа, все, как бы, будет жив у меня. Может, ничего не получится с этим. Вот. Она так решила. И вам придется быть живым. Понимаете? Ну, я не знаю, вы вчера-то по-другому говорили. Вот. Поэтому. Бог иногда мне что-то подсказывает. С нами общается через сердце. Вот. Взаимодействует. И вот он мне сейчас подсказывает, что ему нравится, блин, нравится, что вот люди поняли его желание сейчас. Он так любит эту прекрасную землю. Мы же тупые. Мы не знаем, какая она красивая. Какая красивая планета. Ему есть чем сравнивать. Он знает, насколько красивая у нас планета. Прекрасная. Кажется, что это так справедливо и правильно, но с позиции эпох и времен мы не имеем права загубить эту планету ради каких-то интересов какой-то одной страны. Мы не имеем права загубить эту планету. Понимаете? И Бог так. Бог-то мыслит с позиции вселенского масштаба и мироздания масштаба всех людей. То есть, и поэтому, когда... Бог не может в этом мире действовать самостоятельно с точки зрения вершения этого мира, что будет. Он руководствуется нашими желаниями. Вот это надо знать. Что он очень сильно этим руководствуется. Само мироздание, в Ведах написано, было создано по желанию живых существ. Если бы желания не было, он бы и не создавал. Все здесь для нас. Он этот мир сделал для нас. Вот чего я хочу, то и будет здесь, в этом мире. И поэтому, для того, чтобы здесь был мир, на этой земле, сейчас необходимы наши желания. И молитва – это такое очень сфокусированное желание. Это когда желание объединяется, многих людей оно сильно. Мы же ничего не хотим так долго. Пока захотели, чувствовали. Бог может их использовать как закон для того, чтобы запретить возможность ядерной войны. Как закон Он может это сделать. И мы должны вот этим, в эту сторону сейчас смотреть. Поэтому молитва за мир важнее, чем какие-то другие молитвы. Но есть одно «но» интересное. Что если мы будем молиться за мир, то Богу так это понравится, что Он бонусом нам обязательно решит все наши проблемы. Мы молимся за то, что Ему нужно, а Он делает нам то, что нам нужно. Нормальный бартер? Вам понравилось все? Он же благодарный Бог, очень благодарный. Он самый, Он везде самый. Он самый благодарный. Самый могущественный. Он самый. Самый близкий. Самый личностный. Самый-самый всегда. Поэтому Он очень благодарный. Он очень сразу. Да, блин, ты знаешь, Тебе мужика дать вообще ведь не проблема. У меня их просто завались. Если ты за мир молишься, вообще, как бы... Я, конечно, тебе не могу дать, кого ты хочешь. Потому что слишком много хочешь. Как и все обычно. Ну, какого-то могу дать. Более-менее такого. Я хотела бы дать вопрос. Я бы не было относительно вечерней молитвы. Вы сказали, утренняя молитва, она работает в 6 до 12, а он в 5 до 12 до 4. Вот это рабочая молитва, и хорошо отрабатывает все. Относительно вечерней молитвы. Вот, значит, ну, значит, человек помолился, вечность у него тоже есть, ну, пусть, да, и молитва за мир, получается, она работает, потому что, видите, в другом конце лета, солнце, который стоит, в домах уносило вечером, а там, видите, все, у них есть что-то правильно. Ну, тогда вообще молиться никогда не получится нормально, потому что мы здесь утром молимся, а в Америке уже вечер, и тогда как мы будем молиться? Вы все перепутали, вы все перепутали. Вы все перепутали, я говорю о солнце, не по московскому времени, а по екатеринбургскому. Ну, то есть, получается, вечером нет смысла молиться за мир, а ну, все. Почему нет смысла, есть смысл, но результат будет слабее. Что может быть здесь находимся? Мои хорошие, вот мы сейчас, когда вместе, то неважно, вечер, утро, мы сейчас долбанем, и все нормально будет. Когда один человек, это не работает. Да, я вам могу сказать на сто процентов уверенности, что у вас, как бы, вы почувствуете еще, и вы просто даже не знаете, что сейчас будет. У вас, как бы, все закипит внутри. И хорошее, и плохое. Будет очень сильно, жара пойдет. Сейчас очень сильная энергетика пойдет. Сейчас очень мощно все будет. Поэтому, неважно, вечер, утро, сейчас такое начнется веселое, что вам на всю жизнь запомнить. Совместное наслевание вечером тоже получает карму? Совместное, конечно, однозначно. А если человек вечером накрывает не один из святых, не вот монахами, то это тоже будет работать? Конечно. В любое время суток. Если со святым человеком, то вообще будет крутизна. Ладно, видите, какая она попроша. Все хочет узнать сразу. Такая. Все хочет узнать. Хитрая. Все, мои хорошие. Сейчас у нас настрой начинается. Время уже пришло. Люди собрались. Сейчас я вам все расскажу. Но сначала у нас вопросики будут. Вот только по чесноку. Давайте будем голосовать. Вот два варианта есть. Один вариант мы повторяем Аллилуйя. Одно слово. А второй вариант. Я желаю всем счастья. Кто? Я желаю всем счастья. Честно. Так. А кто Аллилуйя? Ну, Аллилуйя поменьше. Две руки не помогло. Все, значит, я желаю всем счастья. Повторяем. Хорошо. А? Вот это Богородица Дева. А какую? Медическую? А? Так. Какую? Кто хочет позавчерашнюю музыку, которая Богородица? Кто хочет вчерашнюю музыку? Позавчерашнюю больше. Все, видите, все, как бы голосование можно все решить. Значит, вот это вот Богородица Дева Рад. Под эту музыку будем молиться. Час пять. Час шестьдесят пять минут, это как раз пять слоев проточается. Так, ну все, поехали. Ладно, все в хорошем настроении. Слушайте меня внимательно. Иначе что-нибудь забудете и что-то не получится. Значит так. Первое, что вы должны понять. Вот если вы к царю пришли, то будет или все очень хорошо, или все очень плохо. Знаете об этом? Что там нельзя делать ничего не так. Вот сейчас вы пришли уже не к царю, а к Богу. Поэтому выключите все мобильные телефоны. Если не хотите, чтобы у вас было что-то плохо в жизни. Потому что, я вам серьезно говорю, сейчас начинается особое время, когда никому нельзя мешать. Нельзя, чтобы кто-то вам позвонил. Это исключено. Никакого звонка не должно быть. Иначе вы пожалеете об этом. Любая музыка будет сбивать, если вы так настроены. Музыка идет фоном. Она является фоном. Мы как бы настроение берем из нее. Значит, следующее. Во время вот этого часа, который начнется минут через 40, как нельзя будет выходить из зала. Вы можете обписаться или обкакаться, но выходить из зала и нельзя. Поэтому, если вы хотите все-таки, чтобы все было хорошо, тогда лучше прямо сейчас, как бы, если вы знаете, что захочется, лучше сейчас сходите, честно. и сделайте все, что нужно, чтобы потом спокойно и радостно молиться. Час пройдет, тогда и можно. А у вас надо просто уехать, да, куда-то? Нет, в 7-10 нельзя будет. Тогда вам надо будет с краю туда встать и уйти пораньше. Ну, потом, когда мы начнем подальше туда уйти. Вот. Все испугались моих слов и как бы... Что-то зал опустел. Туалет, мне кажется, вряд ли сейчас опустеет. Хорошо. Ладно, тогда продолжаем. Ответы на вопросы немножко мне на стройку, чтобы давать, нужно, чтобы вы все собрались. Поэтому... Да? Можно? Да, конечно. Да. запись взять, да? Ну, обычно, да, не сразу. Ну, сначала там надо обработать лекцию, потом ее залить на YouTube, там. Ну, так она постепенно появится. У организаторов будет тоже, можно у них лично созвониться с ним, попросить, чтобы они вам дали. Вопросы по молитве? Ваш вопрос? Так. а ну можете дробно, значит но лучше молиться подольше, учиться но если нет возможности, дети маленькие тогда нет проблем, тогда значит будете можно два раза, значит, тоже хорошо, нормально важно, что вы доходите до состояния спокойствия в сердце, это супер ну значит, надо дольше все равно стараться молиться значит, вы не слишком глубоко это проходите, это состояние да, хорошо да, да, тоже нормально, да дальше, мой хороший не, пусть слушай, пусть молчит рядом теморет ладно, хорошо животное, значит, хочет рядом слушать, как вы молитесь, да? ну отлично, пускай, если она вас не трогает, не мешает, пускай сидит, слушает вот у Лены, наверное, тоже кошка все время слушает, как она молится рядом, да, она тоже, да, всегда молится тоже тоже слушает, да? собака тоже слушает, Олег Геннадьевич, да? я понял хорошо дальше вопросы ваш вопрос ну садитесь в какое положение, какое-то правильное положение, или просто так посадитесь? но это немножко неэффективно, то есть нужно все-таки делать статические упражнения во время молитвы постепенно вы научитесь не думать о ногах у вас, видите, очень сильное статическое напряжение вам надо или стоять, или другие положения тела брать правильные иначе вы не будете так глубоко погружаться в молитву потому что статическое напряжение будет мешать его надо убирать сидеть, бабочки эффективно, в алмазе эффективно, полулося эффективно, по-турецки неэффективно потому что вы свое тело, если аскезе не подвергаете значит, тогда оно не будет глубоко погружаться там просто есть психические каналы, когда человек в аскезе находится, они включаются и энергия памяти начинает глубже идти по организму не, не, православной молитвы после бабочки нельзя только на колени можете встать на колени и молиться православной молитвы ну на колени, что нельзя православной, что ли? ну а что тогда вы не стоите на колени? на колени? бабочки, почему нельзя? кто вам сказал, что нельзя? а поклоны потом про себя, внутри себя делайте, в уме а потом накланитесь, когда вы все сделаете, кланите сколько хотите сам поклон будет отвлекать вас вам надо не двигаться, чтобы погрузиться бабочки нельзя только тем, кто так думает а всем остальным можно ну на коленях тогда я вам еще раз говорю вот те православные, которые понимают, что это все условно просто они садятся в бабочки и молятся Господу значит все нормально, а если вы такая православная, что считаете, что бабочки нельзя православному человеку, тогда на колени и не стоят все у вас такие варианты понятно? на коленях не хочет, да? види какая православная она на коленях не хочет стоять значит бабочки будут да на коленях, да, авторитетное положение да Геннадьевич, а нам вопрос тоже можно? а можно, да, Лен, давай так, Тольятти, второй вопрос да, я не помню так, вопрос такой, что слышал мнение, что ум нужно успокаивать и одно из мнений, что его нужно бить тапком если это не получается есть ли какие-нибудь альтернативные варианты успокаивать ум во время молитвы? ну, то есть вам, у вас два варианта или успокаивать или бить тапком, да? других вариантов нет и вы мне предлагаете выбрать один из двух, да? как я должен ответить на вашу ответ? я спрашиваю совет как можно успокоить ум, если не получается успокоить тапком? итак, успокоить ум можно только заняв его или направив его на нужную память ум вообще если вы хотите узнать природу ума это такая структура которая предназначена для того, чтобы вас ну, ваше тело кормить энергии счастья чтобы оно жило вот, допустим, когда вы дышите кормите организм энергией счастья точно так же ум он кормит энергии любви и силы организм две энергии, которые через него проходят любви и силы вот и ум так же имеет дело с судьбой то есть ума есть постоянная обязанность вот кормить человека счастьем и поэтому он постоянно ищет счастье ему это надо делать потому что надо кормить понимаете и хоть бей его тапком хоть не бей он все равно будет искать счастье поэтому добровольно надо просто ему дать счастье и допустим, когда мы сейчас молитву будем слушать она очень красивая и она уму добровольно дает счастье он берет, просто слушает те, кто молится и погружается в это настроение счастья добровольно и он уже никуда отвлекаться не будет потому что его функция вот наполнение психики человека и физического, психического тела счастьем эта функция будет полностью удовлетворена то есть вы можете думать об уйде в настроении счастья настроение силы вот это вот там есть и энергия силы и энергия счастья в этой молитве которую мы будем использовать и та и другая энергия сфокусирует полностью ум то есть ум остановится перестанет дергаться и будет полностью погружен то же самое когда человек неподвижное положение тела занимает его ум полностью начинает подчиненным быть погруженным и когда мы громко повторяем молитву это сила громко это сила но вот громко сейчас будем повторять а ум громкий звук его тоже приковывает он начинает из этого брать энергию из силы из любви из неподвижного положения тела из красивой мелодии вот из этого всего ум будет брать энергию и поэтому он не будет отвлекаться на судьбу потому что ум ищет ищет счастье везде постоянно но если человек погрузился в энергию Бога и аскезы и он это делает в позитивном ключе в котором есть счастье тогда уму незачем бегать он будет счастлив наслаждаться в этом зале молитвой ему будет хорошо то зачем будет куда поделить незачем бегать